Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Так уж случилось, что в канун Нового года у нас всегда выходит ролик, связанный с выращиванием ананаса. И этот год, конечно же, не исключение. Наш ананасик, который мы садили в 2016 году, зацветает. И об этом мы сейчас подробно и поговорим. В комнатных условиях цветение ананаса происходит не каждый год. Из-за недостатка освещения он не может за один год вырасти во взрослое растение. И для плодоношения требуется 2, а то и 3 года. Естественно, чем теплее у вас в комнате, и чем больше он освещается, тем быстрее он зацветет. И как только растение вырастет, станет взрослым, оно само по себе зацветет. Что же в момент цветения ананаса необходимо сделать? Естественно, ему нужно максимальное освещение. Его в момент цветения и плодоношения нужно усиленно подкармливать, хотя бы один раз в неделю. И естественно, следить за температурой. Температура не должна опускаться ниже 22 градусов. А особенно за температурой нужно следить в зимний период. Ананас, как правило, выращивается на подоконнике. А на подоконнике температура может от окошка значительно понижаться. Для того, чтобы не допустить охлаждения корневой системы в зимний период, горшок нужно обкладывать каким-то теплоизоляционным материалом. Очень важно при выращивании ананаса не переуложнять землю. Ананасы не переносят переуложнение почвы. Это может привести к корневой гнили. А в период цветения этого вовсе допускать не стоит. Полив нужно делать только в поддон. Таким образом вы никогда не зальете свое растение. На первом этапе при цветении ананаса появляется плодовая стрелка. Это своеобразная палочка, которая выходит из центра ананаса. И на ней уже виден сам ананасик. Но сейчас еще ананас не зацвел. Сначала плод немного увеличивается в размерах, а потом из каждой пазухи появляются красивые и запашистые цветочки. Как правило, они имеют фиолетовый цвет. Хотя в зависимости от сорта ананаса цвет может немного и варьироваться. Итак, наш ананас уже отцветает. Цветочки начинают расцветать сначала в нижней части. И они уже теперь отцвели. И постепенно поднимаются вверх. Сейчас уже последние цветочки в самом верху. И постепенно начала расти коронка из центра ананаса. Коронка и будет у нас будущим ростком, который мы будем после плодоношения укоренять. Это будет следующее поколение ананасов. Сначала она была красненькая, сейчас постепенно зеленеет и пошла в рост. После окончания цветения плод постепенно начинает увеличиваться в размерах. К тому же достаточно интенсивно в этот период начинает расти коронка. Итак, как вы видите, наш ананасик начал желтеть. Появился уже своеобразный, неповторимый запах. Как только вы заходите в квартиру, вы его чувствуете. Этот неповторимый запах очень сладкий и дурманящий. И пока полностью ананас не созреет, он будет присутствовать. Сейчас он только лишь чуть-чуть пожелтел. А спелый ананас будет практически оранжевого цвета. И вот тогда его уже можно будет снимать. Но есть еще ряд моментов, которые при выращивании плода ананаса нужно обязательно учесть. Теперь мы о них подробно и поговорим. Очень важен правильный полив и подкормки в период плодоношения ананаса. Обязательно не забываем, что ананас лучше поливать все-таки в поддончик, чтобы ни в коем случае грунт у нас не переуложнялся. И естественно ананас у нас ни в коем случае не загнил. Подкормки в период цветения и плодоношения должны все-таки иметь больше калийно-фосфорной составляющей. Но и азот тоже должен немного присутствовать. Но опять же в любых подкормках должен быть баланс. Тут лучше не докормить, чем перекормить. Избыточная подкормка может привести к тому, что корневая система у нас обожгется и ананас просто-напросто погибнет. Ну или плод станет абсолютно несъедобным. А этого ни в коем случае допускать нельзя. Лучше сделать незначительную концентрацию удобрения, уменьшить ее в 10, а то и в 20 раз от рекомендованной на упаковке и уже полученным раствором очень низкой концентрации непосредственно производить каждый раз полив. Это тоже допускается и для растения это будет очень даже хорошо. Также очень важно, чтобы растение перед плодоношением было достаточно крупным. Чем крупнее и сильнее растение, тем крупнее и сильнее будет плод. Этому растению всего лишь полтора года. Если бы ему было 3-4, а то и 5 лет, листья были бы очень широкие, сам кустик был очень сильный. И естественно плод бы у нас тогда был не всего лишь 80 грамм, а полтора, а то и 2 килограмма. Очень важно после окончания цветения и как только у вас начала расти плодоножка у ананаса, начал наливаться плодик, обязательно установить опору. Этот плод достаточно маленький, а в нашей практике плоды достигали до полутора килограмм. Естественно, такой большой плод, тоненькая плодоножка не сможет выдержать. Такой плод просто-напросто сломает плодоножку. И в этом случае, конечно, он не успеет дозреть и все ожидание созревания ананаса может быть испорчено. Чтобы этого не допустить, нужно обязательно установить опору. Для такого небольшого ананаса достаточно тоненькой палочки. Но чем ананас крупнее и больше, естественно, опора потребуется более мощная, более массивная. Естественно, чем больше будет масса плода, тем он потихонечку начнется клониться в определенную сторону. В эту сторону и устанавливается опора. Но для уверенности его все-таки лучше прикрепить к опоре какой-нибудь веревочкой. Все это связано с тем, что, естественно, комнатные условия не сравнимы с природными. Там растение более мощное, у него достаточно массивная плодоножка. И такая плодоножка может выносить любой плод. К тому же, ананасы достаточно часто посажены и могут опираться друг на друга. В наших же условиях плодоножка достаточно тоненькая, слабенькая. И не любой плод она может выдержать. Поэтому не рискуйте. Сделайте все-таки опору. И тогда ваш ананас обязательно созреет и порадует вас неповторимым вкусом. А этот вкус, конечно, не сравнимый с тем, что продается в магазине. Ведь там ананасы недозревшие, зеленые. И просто от того, что они лежат на прилавке, они постепенно становятся желтыми. А вот этот ананасик будет неповторимый по вкусу и неповторимый по запаху. В этом я вас абсолютно уверяю. Итак, прошло еще какое-то время и наш ананасик окончательно созрел. Как же это можно определить? Ну, во-первых, конечно, цвет становится интенсивно желтый. Даже такой оранжево-желтый. Но это не самый главный признак. Самый главный признак это запах. Запах распространяется настолько вкусный и сладкий. Не только по всей комнате, а уже даже по всей квартире. А вот если на расстоянии 20 сантиметров, то его... Он даже просто-напросто становится дурманщим. И вот такой вот ананасик, такого цвета, такого запаха, уже абсолютно созревший. И пришло время, конечно же, его снять и скушать. Сам процесс достаточно простой. Просто срезаем секатором или другим каким-то ножом с плодоножки наш ананасик. И все. Ну и вот такой ананасик, конечно же, уже можно кушать. Он абсолютно созрел, абсолютно вкусный, абсолютно сладкий. Ну и, конечно, самое главное, очень сильно запашистый. Ну а теперь очень важный момент. Ананас, конечно, можно скушать. И тут уже у каждого свои предпочтения. Но коронка это самое важное на данный момент. Это новое поколение нашего ананаса. Ее мы срезаем и тем самым начинаем опять же новый цикл выращивания. В принципе, сам процесс отделения достаточно простой. Нам понадобится любой чистый ножик. И легкого движения будет достаточно, чтобы ананасик отделить. Все. Вот это вот у нас будет следующий ананас. Если присмотреться, тут уже видно зачатки корневой системы. Но обязательно этот ананасик нужно подсушить хотя бы недельку. В теплом, но не солнечном месте. А вот через неделю мы его уже опять снова начнем укоренять. Срез можно обработать также перемолотым активированным углем. Для этого подойдут обычные таблеточки. Но также нужно убрать нижние листики, чтобы у нас потом получилась своеобразная пяточка. И вот отсюда у нас и пойдут новые корешочки. Много очищать не нужно. Достаточно одного-полтора сантиметра. Остальные листики мы оставим для выкармливания нового нашего растения. Вот из такой маленькой короночки вырастет большой и настоящий ананас. Если присмотреться, то на пяточке уже видно зачатки корешков. Это будущая наша корневая система. Еще раз предупрежу. Сейчас короночку ни в коем случае нельзя высаживать, так как она может просто-напросто сгнить. Нужно дать ей подсохнуть. И недели для этого вполне будет достаточно. Бояться, что ваш ананас погибнет за это время, не стоит. Это уже проверено опытом. Такой ананас, в принципе, может даже спокойно, без земли, без какого-то особого грунта, обойтись до двух недель и более. Ну а сам ананасик, конечно же, с удовольствием сейчас кушают детишки. И поверьте, вот такого спелого, вкусного ананаса вы в жизни никогда не пробовали. Потому что в магазинах продаются незрелые, незаспевшие зеленые ананасы. А вот такие запашистые, на самом деле сочные, ароматные и вкусные, только можно вырастить самим. Итак, после того, как мы подсушили место среза, лежал у нас ананасик примерно одну неделю. Ничего, как видите, с ним не случилось. Затем мы его укореняли одним из способов, это в воде. Вода должна быть именно по ту грань, на которую мы убрали листочки. Дальше погружать в воду нельзя, иначе загниет ананасик, вот эта листовая часть его. И ничего мы не получим. Воду нужно, конечно, менять каждый день. Вода должна быть отстоянная или кипяченая. И вот такие уже корешки вполне подходят для посадки. Больше ни в коем случае не надо. Емкость для посадки нужно выбрать соответствующая. У ананаса не сильная корневая система. Сначала нужно посадить в маленький горшочек, примерно соответствующий размеру ананаса. Как только корешки у нас будут выходить из дренажных отверстий, естественно, нужно его будет пересадить. Земля для посадки ананаса должна быть с одной стороны питательной, с другой стороны рыхлая. У меня, как обычно, смесь перегноя и лесной земли. Это идеальный субстрат для выращивания практически всей комнатной экзотики. Ну а сам процесс посадки, конечно, уже займет буквально несколько секунд. Сначала мы немножко накладываем субстрата в нижнюю часть. И затем уже устанавливаем ананасик, досыпая землю именно по край листового аппарата. Дальше углублять не стоит. Если корешки будут совсем большие, то посадка уже усложнится. Их можно легко сломать. Маленькие же корешки идеальны для посадки. Можно немножко уплотнять грунт. Но не сильно. Субстрат, если попадает на листики, ничего страшного. Все это потом встряхнем после полива. Просто сам ананасик не очень большой, не очень крупный, маленький. Ну и все. В принципе, посадка уже тоже осуществлена. Как я и говорил, ананасик ни в коем случае не надо заглублять. По мере роста нижние листья будут постепенно подсыхать. И уже с заменой горшка мы, конечно, и уровень земли немножко увеличим. И ананасик, в принципе, будет себя чувствовать отлично. Теперь осталось нам его лишь полить. Первый полив мы делаем сверху. Чтобы, естественно, хорошо увлажнить земляной ком. Чтобы земля оселась, хорошо обволокла кореневую систему. Последующие же поливы у ананаса и у банана всегда делаются только в поддон. В принципе, можно и сейчас часть воды уже налить в поддон. Для того, чтобы как можно быстрее земляной ком пропитался влагой. Вот таким образом поливается ананас. Если вы будете поливать через верх, то корневая шейка загниет и ананас погибнет. Этого ни в коем случае допускать не стоит. Итак, уровень воды в поддоне начал расти. В принципе, земля у нас напиталась влагой. Все, дальнейший полив уже не требуется. Итак, лишнюю землю я просто-напросто сдул в раковину. Ну а теперь ананас нужно поставить на солнечное место. Так как для выращивания ананаса, конечно же, солнце играет основную роль. Полив делаем мы в поддончик. Периодически раз в месяц, можно раз в две недели, делаем, конечно же, подкормки. Большей частью азотные. Так как для выращивания травянистых растений, конечно, азот играет первую роль. Ну а теперь возникает вполне логичный вопрос. Что же делать с материнским растением? Да, конечно, это растение однозначно умрет. Но мы его еще можем использовать в своих целях. Сразу же ни в коем случае его не стоит выбрасывать. Сейчас нужно ему создать хорошие условия, подкармливать его азотными удобрениями. И тем самым мы сможем вызвать рост почки в пазухах наших листьев. Тем самым мы можем получить детку ананаса. И опять же, у нас получится не один ананасик, а то и два, а может быть даже и три. Конечно, вот это само растение, после того, как выкормят детку, однозначно умрет. Но детка, это будет у нас новый ананасик. Плодоножку полностью срезать не нужно. Ну, где-то 2-3 сантиметра оставив от коронки, ее нужно обязательно срезать. И тем самым она спокойно подсохнет и гнили у нас в верхушечной части не будет. С уверенностью можно сказать, что цикл выращивания нашего ананаса закончен или подошел к концу. И начинается новый цикл. Ну, а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова